Угнать за 60 секунд. Таковы нынешние реалии. За последние годы в Украине почти в четверо увеличило количество краж автомобилей. Грабители совершенствуют методы, а среди жертв оказываются не только рядовые граждане, но и звезды шоу-бизнеса и политики. Как уберечь свою машину, выясняла Елена Зорина. Каждые 45 минут по одной машине. Такова неофициальная статистика угонов в столице. Киев лидер в этом рейтинге. Машины уводят буквально из-под носа владельцев со дворов, на улице и даже на платных паркингах. Вот знаменитый красный Мерседес певицы Даши Астафьевой его украли прямо возле частной клиники. А это машина жены капитана донецкого шахтера Дарио Срны. Внедорожник похитили в центре столицы. В прошлом году жертвой грабителей стал даже Саакашвили. У него увели бронированный японский внедорожник стоимостью около 6 миллионов гривен. Машину Юрия украли прямо со штрафплощадки. Машину отдали неизвестному человеку без моего уведомления, без постановки даже автомобиля на электронной торги на Ситам. То есть машину украли со штрафплощадки. Я так считаю, что она где-то в другом регионе уже ездит под другими номерами. Адвокат потерпевшего говорит, это не первый случай на штрафплощадке. До похищения машины Юрия, якобы за месяц до этого похищена была у девушки какая-то машина. Такого исполнителя никогда не было в Шичанковской исполнительной службе, в Шичанковского района. И он никогда не работал. Но печать оригинальная, синяя, стоит на документе. Сам Юрий почти месяц добивается начала расследования. Признается неизвестный, обещали помочь, естественно, не бесплатно. Человек предлагал мне, что он знает информацию о моем автомобиле и может за определенную сумму денег подсказать, где его можно найти. Он просил, по-моему, пару тысяч долларов. Угнать автомобиль это дело максимум пяти минут, утверждает автоэксперт Александр Золотарев. Прибор выглядит точно так же, как и этот брелочек. Передает на автомобиль код открытия, автомобиль открывается. В этот момент злоумышленники считывают этот код. В принципе, нехитрыми приборами, которые сейчас можно купить везде в интернете. И тем самым автолюбители передают, так сказать, ключи от своего автомобиля злоумышленникам. Купить такой прибор не проблема. В интернете полно объявлений. Стоимость не особо кусается 300-500 долларов. Тут же и видео-мастер-классы. Знакомый нам быстрый программатор, он же заводилка. С возможностью внешнего подключения и внешней прописки ключа. Это знаменитый российский автоугонщик ВАЗ Киллер. Недавно он приезжал в Украину. И даже успел дать интервью журналистам. Утверждал в Киеве по делам. Теперь он продает оборудование, которое помогает вскрывать машины. И сказал, что Украина становится точкой сбора для преступников всего мира. Правда, столичные правоохранители говорят, в этом году количество угонов уменьшилось. Да и находить машины стали чаще. Мы зарегистрировали фактически на 400 таких злочиней меньше, чем в предыдущем году. Это немного больше, чем 1500. Тогда, как в прошлом году было 1907. И на самом деле, 9% раскрытия таких правопорушений тоже нам удалось покращить. Фактически, каждый пятый транспортный засад был повернутый владелям. Дабы не стать жертвой грабителей, эксперты советуют машину застраховать. И на электронику особо не надеяться. Как можно больше механических каких-то систем. Тот же мультилог на коробку, дополнительный замок на капот. На руль можно. Потому что электроника, она быстрее взламывается. Впрочем, и это профессиональных грабителей не остановит, но заставит потратить больше времени. А тогда есть шанс их поймать на горячем. Елена Зурина, Валентин Белич, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.